Мы наконец-то дождались результата экспертизы по мне и по девочке, психолог-психиатрической экспертизы, которых мы ждали два месяца. В моем заключении можно понять, что я обычный спокойный ребенок, живущий самой обычной жизнью, слегка вымотанной всей этой ситуации. Но в заключении по девочке можно понять, что она имеет признаки склонности к фантазированию. Но в этой экспертизе не было вопросов сексуальных фантазий девочки. Поэтому следствие назначило ей повторную экспертизу в Москве, в медицинском центре имени Сербского. Я не виню ее в том, что она меня оговаривает, потому что она не понимает всей серьезности обвинения. Для нее это всего лишь игра. Несколько дней назад я прошел второй полиграф, который назначил уже следователь. Как сказал следователь, он не является экспертизой, так как у них нет эксперта. Я не понимаю, для чего надо было проходить второй раз полиграф, так как он тоже не является экспертизой, как и первый. Процедура сама ничем не отличается от первого. Длится более пяти часов. Сам полиграф очень тяжелая и эмоциональная процедура. Но я справился и могу пройти еще раз в третий раз полиграф, потому что я знаю, что я говорю правду, и мне нечего скрывать. Еще осенью прошлого года мой адвокат заявил о свидетелей, в которые следователь сказала, что допросит, но так до сих пор и не опросила. Зато со стороны девочки, свидетелей девочки, допрашивают по несколько раз. И охотно. Тогда почему наших свидетелей не опрашивают, а их них опрашивают? И когда наших свидетелей опросят? Уже почти полгода я хожу в браслете. Сегодня была мера пресечения, и я надеялся, что мне его снимут. Но его не сняли, а только продлили. И когда его снимут, и сколько мне придется с ним ходить, я не знаю. Я из-за браслета плохо стал спать. Я его стесняюсь, хотя все обо мне знают. Мне неудобно в нем ходить, он мне давит, и морально, и физически. Я его бесконечно прячу. Из-за того, что я волнуюсь, я стал плохо спать. И от этого я провалил пробный тест УГЭ. Я боюсь, что меня заберут от мамы. Так как для мамы, так как мама для любого человека. Это самый родной человек, который тебе поможет в любое время. Если у меня маму заберут, я не знаю, кто мне сможет тогда помогать. В жизни обидно то, что меня могут забрать у мамы. Из-за того, что на меня наговаривает девочка, в том, чего я не совершал. Хотя в деле нет ни времени, ни даты. Даже свидетелей, которые это видели, нет. Почему следователь в свое время тянет это дело, я не понимаю. Почему так можно долго тянуть дело? Назначить бы эти экспертизы, я бы прошел все эти экспертизы по несколько тысяч раз. Чтобы поскорее бы все это закончилось. Зачем тянуть больше полугода? Это дурацкое дело. Зачем? Из-за этого дела не только я начал плохо спать. Но и моя мама стала больше переживать. Хотя и нельзя переживать. Из-за того, что мне сегодня продлили меру пресечения, моя мама очень обиделась. Я хочу, чтобы мое дело расследовали честно. Хоть я и не доверяю следователю, я хочу, чтобы мои свидетели были тоже опрошены. Так же, как и опрошены свидетели обвинения. Я хочу, чтобы мое уголовное дело закончилось. И я хочу снова побыть тем мальчиком, у которого нету той тяжелой ноши за спиной. Я хочу гулять с друзьями. Я хочу общаться. Но из-за этого я не могу с ними общаться, не погулять. Это очень хочется. Спустя полгода иногда хочется даже съездить в родную деревню, где я родился. И общаться со своими родными. Хотя это невозможно, из-за того, что я ношу браслет. Хотя я невиновен и доказываю свою невиновность уже почти полгода. Я хочу, чтобы поскорее это все закончилось, потому что у меня уже нет ни физически, ни морально сил. С детства до 9 класса я хотел стать военным. Но из-за каких-то слов девочки мне поставили клеймо на душу. И я не знаю, смогу ли я в будущем стать военным. Всего лишь из-за каких-то слов мне сломали не только настоящее, но и будущее. И теперь я не знаю, смогу ли я когда-нибудь защитить свою страну. Вот не понимаю я, почему словам девочки верят больше, чем моим. Хотя я такой же ребенок, как и она. Хотя очевидцев и свидетелей нету. Только есть слова девочки против моих. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...